Итак, вы продали автомобиль, получили деньги, передали ключи, прошло несколько месяцев, и внезапно приходит квитанция об уплате налога. Можно ли не платить налог за проданную машину? Ведь ею уже пользуется другой человек. Почему приходит квитанция после продажи автомобиля? Прежде чем возмутиться безответственностью покупателя транспортного средства, далее ТС, подумайте, когда я продал свой автомобиль. Например, ТС было продано в 2017 году, а квитанция на уплату налога пришла в 2018, в этом случае все верно, ведь транспортный налог должен быть уплачен в году, следующим за отчетным. Получается, что по крайней мере часть 2017 года ТС еще было в вашей собственности и логично, что налог начислили. Важно, в этом случае нужно проверить, посчитали вам налог за весь год или за период владения машиной. Самому браться за налоговый кодекс и ручку не обязательно, на сайте ФНС работает калькулятор транспортного налога. Не забудьте изменить регион на свой вставки транспортного налога, везде разные. При этом если сделка по продаже была совершена до 15 числа месяца, то такой месяц в период для расчета суммы налога не включается . Если же ТС было продано в 2016 году, а квитанция пришла спустя несколько лет, то очевидно, либо ваш покупатель не зарегистрировал автомобиль на себя, либо ГИБДД и налоговая инспекция допустили ошибку в базах данных. Здесь перед вами встают два задачи. Избавиться от регистрации за собой проданной машины на будущее, не платить излишне начисленный, за месяцы после продажи, налог. Как избавиться от регистрации на проданный автомобиль? Рекомендуем действовать так. Проверить на сайте ГИБДД по ВИН-номеру, на кого зарегистрирована машина. Если авто по-прежнему на вас, то связаться с новым владельцем и потребовать перерегистрации ТС на него. Покупатель отказался или связаться с ним не удалось. Не беда, вы вправе прекратить регистрацию за собой, просто подав в ГИБДД заявление с приложением договора на продажу машины, ссылайтесь на П-8,2 правил государственной регистрации автомототранспортных средств, утвержденных приказом МВД России от 26 июня 2018 года номер 399. Итак, за будущее время налог вам уже не насчитают. Но получится ли избавиться от излишней начисленной суммы? Как не платить налог за проданный автомобиль? К сожалению, Налоговый кодекс связывает уплату транспортного налога именно с фактом регистрации авто за конкретным гражданином. Само наличие регистрации за вами автомобиля обязывает уплатить налог, даже если машина в период регистрации уже была продана. Поэтому и обращение в налоговую со ссылкой на договор купли-продажи, и судебные споры с налоговой, скорее всего, результата не дадут. Такие споры уже были и суды отказывали продавцам автомобилей в пересчете налога, утверждая, что ФНС насчитала все правильно, а именно за время регистрации автомобиля на продавца, вот например, апелляционное определение Московского городского суда от 2 июля 2018 года по делу номер 33А4887-2018. Взыскать свои убытки по налогу с покупателя тоже вряд ли удастся. Суды утверждают, разумный и осмотрительный продавец должен был сам снять авто с регистрации, увидев на сайте ГИБДД, что покупатель его не переоформляет. Апелляционное определение суда ХМАУ, ЮГРЫ от 7 августа 2018 года по делу номер 33-5516 разделить на 2018. Итак, проблема с переплатой налога за непереоформленное ТС не лечится. Возможно только профилактика, контролируйте положение с регистрацией с помощью интернет-ресурса ГИБДД и оперативно снимайте авто с учета, если покупатель не озаботился его регистрацией на себя. Субтитры делал DimaTorzok